На месте будущего дворца бракосочетания начаты инженерно-геологические изыскания. У поставщиков воды, тепла и электроэнергии запросили условия для подключения. В распоряжении архитекторов и строителей все свободное место в этом квартале. Здесь будет целый комплекс. Просторная стоянка, где смогут разместиться несколько кортежей. Зоны отдыха с фонтанами со стороны Ореховой рощи. Само здание одноэтажное с потолками порядка 6-8 метров. Величие, ощущение такого пространства. Хотели видеть дворец. Дворец в нашем понимании, высокие потолки, красивый антураж, красивый вход, арки. У людей, пришедших на церемонию бракосочетания, должно быть ощущение праздника, чистоты. По данную концепцию разработали три эскизных проекта. В классическом, консервативном, а также стиле модерн. Их представили главе муниципалитета Юрию Полякову. По его поручению на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях, открыто голосование. Сегодня мы хотим на обсуждение наших граждан анапчан предложить три проекта. Три проекта. Пусть они выберут любой. Давайте на обсуждение дадим. Пусть люди обсудят. Примем решение. Выбрать понравившийся проект можно до 30 ноября. Все выходные и предстоящую рабочую неделю. По словам главы курорта, медлить нельзя. Сегодня ЗАГС находится на втором этаже торгового центра. На стоянке, места в дефиците. В самом учреждении один зал. Тогда как население растет, а вместе с ним и количество свадеб. Но самое главное, что отмечают участники рабочей группы, это расположение. Шикарнейшее место. Во-первых, Ореховая роща. Сразу можно пройтись, пофотографироваться рядом берег моря. Можно пройти сразу моментально на набережную. Прелести города-курорта Анапы именно как курорты, что это все-таки город на море. Рядом с творцом бракосочетания на такой территории, думаю, это самый лучший выбор. По словам главного архитектора, проект будет готов до конца текущего года. К строительству можно будет приступать в конце зимы или начале весны в феврале или марте. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.